Ребята, посмотрите! Радуга! Какая красивая! Проезжал только половинка, нет всей видимости из-за туч. Там стекло, чайка хочет пройти вперед. Это маленький младенец, который сейчас начинает летать, и не может пройти никак. Там стеклышко мешает тебе, да? Тебе стеклышко там мешает. Ах ты, бедненький! И не может пройти через стеклышко. Они еще летать толком не умеют. Еще летать не умеют толком и никак не пройти тебе туда, да? Ой, ты, ребятенок маленький. Маленький ребятенок, ну никак тебе не пройти. Тебе помочь, а там дорога. Лучше туда не ходи, там дорога. Еще машинки там тебя задавят. Да, не надо туда ходить. А то машинки там могут задавить. Всем доброе утро, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Что я сейчас буду делать? Я сейчас буду заниматься выпечкой. Давно я этого не делала. Так, сейчас знаете, что я буду делать? Вот это приготовила тесто. А делать я буду, ребята, орешки. Вот моя орешница. И это идеальное тесто для орешков. На канале Хозяюшка Рута есть рецепт. Ссылку, если я не забуду, поставлю в подсказке в правом верхнем углу. Также на канале Хозяюшка Рута есть обзор на мои орешницы. Сначала я купила черную орешницу, потом купила эту белую. Но белая мне нам больше нравится, потому что орешки получаются более такие глубокие, более тонкие. И когда я делала обзор на черную орешницу, там тесто было неудачное. И черная орешница, она немножко потолще делает орешки. Но это тоже кто как любит, да? Но я искала рецепт идеального теста для орешков. И, как я уже сказала, я его нашла. Очень хорошее тесто, мне очень нравится. И когда пеку орешки, очень мало вытекает сливочного масла. А в первом рецепте у меня так много вытекало сливочного масла. В общем, можете набрать на канале... Ну, на ютубе вообще можете набрать просто Хозяюшка Рута орешки. Наверное, так. Там вы увидите обзор на формы и также вы увидите тесто. Ну, вот тесто, когда я буду делать в белой орешнице, вот то тесто делаете. Ну, я вот, я говорю, если только забуду оставить ссылку в подсказке в правом верхнем углу, тогда мне напомните, я тогда в описании под видео вставлю ссылку. Ну, если вдруг... Знаете, время проходит потом, когда монтируешь видео, думаешь о другом и забываешь, и могу забыть, в общем, короче, напомните мне, если что. Но тесто очень хорошее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все. Орешки нажарила, более-менее так ровненько подрезала, чтобы они более-менее ровненькие были. Эту крошку добавила в вареную сгущенку. И сейчас буду начинять орешки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, дорогие друзья, орешки готовы. Сейчас я вам покажу, как они выглядят, и также покажу, как они выглядят внутри. Ну, все, орешки готовы. Вот такая красота, вкуснота получилась. Такие орешки любят все, и взрослые, и дети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и давайте мы с вами попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот. Вот такая красота, вкуснота. Очень вкусные орешки. Так что переходите по подсказке и готовьте. У меня на орешки ушло две банки вареной сгущенки. Вот еще орешки остались, не хватило вареной сгущенки. Надо будет докупить, еще сделать, еще будут орешки. Ну, готовила я эти орешки не для себя. Эти орешки поедут в гости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Как вы, наверное, помните, у нас поплавно было поехать сегодня в Юрмалу. Но не получилось, потому что в два часа будет дождь. Ну, вот. У нас теперь так, погода. До обеда нормально, после обеда у нас идет дождик. Ну, вот, поэтому решили не ехать. И нас пригласили в гости. Мы едем в гости. Я с ней даже принесу ее, да? Ага, хорошо. Ну, вот. И там, наверное, ничего я снимать не буду. Ну, потому что квартира не наша. Людям, может, не понравится, да? Что-то там как бы... Вот здесь вот здороваюсь, сообщаю. Ну, а что будет дальше, я не знаю, короче. Как получится. Как получится, да. Как получится, да. Как получится. В общем, едем, да? Да. Пошли за пиццу. И снова здравствуйте, друзья. У нас уже следующий день. Сейчас я буду заниматься пересадкой растений. У меня на балконе лежит мешок земли. И чтобы от него избавиться, дофинбахию я пересажу, потому что у меня уже почти до потолка. Ну, вот. Ну, еще, наверное, пару растений. На что хватит земли, короче. На то и пересажу быстренько. Мы занимаемся пересадкой дофинбахии. Вот обрезали. Сейчас обработаю углем здесь этот вот срез. Это вытащим. Засыпем новую землю. И посадим обратно сразу. Я никогда воду не ставлю. Буду держать влажную землю, пока не пустят корни дофинбахия. А вот это уже обрезанное. И молечка нам помогает тоже, да, зайчик? Зайчик, а все говорят, что ты у меня звезда ютуба. Ты у меня звезда ютуба, все говорят, зайка. Всем ты нравишься. Помощница наша. Так, ну вот, я обработала. Видите, углем все. Сейчас чуть-чуть подсохнет. И буду пересаживать. Ну вот, пересадила. Полью немножечко попозже чуть-чуть. Пускай пока так постоит. Ну, пересажу еще этот тоже. Цветок земля осталась, поэтому пересажу его тоже. Сегодня я решила вообще не поливать те цветы, которые я пересадила. Хочу, чтобы у дофинбахия зажил немножко этот срез, подсох, как след, а завтра уже приду с работы и тогда уже полью. Чтобы, ну, чтобы там не подгнило ничего. Так, на всякий случай перестрахуюсь. За ночь этому ничего с дофинбахией не станет. У меня осталось полбанки еще маринованной свеклы. Надо ее использовать, пока она не испортилась. Опять мы решили сделать холодный суп. И хочу вам показать, на какой пахте я люблю его делать. Вот именно вот на этой. Эта пахта очень хорошо подходит для супчика, очень. Так, ребята, у нас гром, гроза гремит. И сейчас, судя по всему, ливанет. Уже пошли первые капли, но гремит конкретно. Ребенок забрался на ручки к папе, боится. Там гремит, ребеночек боится все. Да, зяя? Не бойся, не бойся, моя хорошенькая. Не бойся, вот так головку положи. Не бойся, заячка. Ну, что вы думаете? Погремело, погремело немножечко. Да, так прям, даже так, как гроза, как бы была бы. И все, на этом все закончилось. Там капнуло пару раз, только собаку напугал этот гром. И все. Я думала, такой ливень начнется. Если сейчас так гремело, нормально. Ну, вот, ну, может быть, это прошло со стороной ливени. Или, может быть, еще к вечеру начнется дождик, не знаю. Ну, пока так. Сейчас заехала в строительный магазин. Мне надо зоомагазин. Думала, открыт, не открыт. Ну, вроде как открыт. Сейчас пойду зайду. Сейчас заехала в депо. Надо купить свои Маруськи вкусняшки. А то закончились. Как раз ее есть, которые она любит. Вот эти вот она любит. Если берешь 3 штуки или 2, 3,49. А так 3,99 с карточкой. Мне просто повезло. Слушайте, сегодня депо работает до 6 часов. А я думала, работает до 8. Ну вот. И я ехала как бы на работу. Перед работой думаю, заеду сюда, куплю мальки вкусняшки. Потому что эти вкусняшки, которые я нравятся очень, они есть только здесь. Ну вот. И самое интересное, что они работают до 6. А я захожу в магазин. А я не знала, что они до 6 работают. Захожу. И охранник говорит, магазин 7 часов закрывается. А я так думаю, интересно, странно. Что-то он 7 часов закрывается так рано. Оказывается, он вообще до 6 работает. Так что мне еще повезло, что меня пустили. В общем, взяла наконец-то эти вкусняшки. Любим, потому что в прошлый раз я заезжала, их не было. Ну вот. А сейчас смотрю, появились. Сразу 3 пачки взяла. Ну все. Сейчас еду на работу. О, у нас пошел дождик. И солнышко, и дождик такой грибной-грибной пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова доброе утро. Я только что приехала домой. Сейчас пойдем посмотрим с вами дюйфенбахию. Ничего себе не стало за ночь. Ну нет, все в порядке. Сейчас полью ее, сделаю влажную землю. И что выпустила корни. Я всегда так делаю. Уже много-много лет я так делаю. Ну а те цветы, которые я не пересадила, я сейчас вставлю такие вот палочки. Вот такие удобрения такие. Я всегда так каждый год делаю. Удобрения в палочках для декоративно-лиственных растений. В принципе, даже если бы я эти палочки не вставила бы, не удобрила бы растения, с ними бы ничего не случилось бы, потому что я всегда растения поливаю аквариумной водой. Старые подписчики знают, растения очень любят аквариумную воду. И поэтому они так у меня, ну, как говорят, очень красивые. Хорошо растут и красиво выглядят. Этот фикус я пересаживала 3 года назад где-то. Но в этом году еще не буду пересаживать тоже. Может быть, в следующем году пересажу. Посмотрим. Пока не буду пересаживать его. Вот чтобы мне еще не мешало пересадить в этом году, это с пацифилум. Потому что там уже в такие корни у него. Надо будет, наверное, пересадить его. Это доловое дерево или как еще, земиакулькас называется, по-моему, еще. Пока не будут, наверное, пересаживать. И свою эту пальмочку тоже пока не будут пересаживать. Вчера пересадила вот этот еще цветок. И пересадила этот цветок тоже. Сейчас покажу вам так общий план. Правда, против окна немножко так не очень хорошо. Но так, чтобы было видно. Сейчас попробую вот так. Может встать. Может лучше будет. Нет, напротив окна плохо снимать. И вот мой фикус. И еще такой фикус есть. Вот Бенджамена. У нас несколько дней погода. Знаете, с утра солнце. Вот я приехала с работы, да, с утра было солнце. Вот прошло пару часов. Опять уже затучило. И потом опять наверняка будет дождь. Вот так вот несколько дней. До обеда солнце. После обеда такой, ну, не сказать, что сильный дождик. Ну, дождик все время идет. Ну, кстати, на улице тепло. Сейчас на улице 23 градуса. Моя любимая температура. Так, у меня срок годности кефира подошел к концу. И решила сделать тесто на кефире. Пожарить оладушки или блинчики. В общем, что-то типа этого. Ну, а жарить блинчики я буду на своем новом гриле. Посмотрите, здесь сейчас так много места будет. Я их очень быстро пожарю. Я буду с обеих сторон. Жарить я разложила. И его, видите, на 180 градусов. Сейчас включу. Так, надо сейчас здесь включить мне розеточку. Вот. Все, включилась. Выставляю 200 градусов. Я поверхность смазываю сливочным маслом, потому что я не люблю жарить на сухую. Мне нравится, когда на чем-то. Спасибо. Я уменьшила температуру до 170 градусов, а было 200. Я уменьшила температуру до 100 градусов, а потом я уменьшила температуру до 100 градусов. Я уменьшила температуру до 100 градусов, а потом я уменьшила температуру до 100 градусов. Я уменьшила температуру до 100 градусов, а потом я уменьшила температуру до 100 градусов. Я уменьшила температуру до 100 градусов, а потом я уменьшила температуру до 100 градусов. Я уменьшила температуру до 100 градусов, а потом я уменьшила температуру до 100 градусов. Я уменьшила температуру до 100 градусов, а потом я уменьшила температуру до 100 градусов. Я уменьшила температуру до 100 градусов, а потом я уменьшила температуру до 100 градусов.